друзья всех приветствую блин обмерз ветряк в общем пока у нас такая погода нелетная занимаюсь литием и увидел предыдущую серию мою про литий ссылочка будет в описании где я там показывал как я подготавливаю консервы от nissan leaf от автомобиля перед подключением ну там батареи вот уравновешиваю их и все остальное и был там такой момент что вот этим приборчиком я замерил на плечах сопротивление пакетов да то есть не суммарно между плюсом и минусом большим между средней . и крайне вот и сделал надписи к примеру вот здесь 162 миллиома 172 это плечо это плечо 167 это до 154 я хочу остановиться на одном важном моменте в том видео я сказал следующее если он показывает какой-то космос до температуру на луне но он все равно его показывает в общей массе да именно привязаны какому-то гипотетическому сопротивлению всех этих консерв то есть чтобы вы понимали вот эти сопротивления которые я писал да они здесь ну написаны здесь не для того чтобы вы выявить остаточную емкость на этих консервах данные надписи нужны только для сортировки сейчас объясню почему вот эти сопротивления не отображают реальную емкость остаточную этих аккумуляторов конкретно вот эти надписи я сейчас вам покажу почему не соответствует и почему конкретно я не ориентируюсь на эти сопротивления и не оцениваю по ним остаточную емкость данных консерв только зарядно-разрядный тест на какую-то нагрузку с номинальным разрядным током для этих консерв и именно в длительном периоде только так я определяю остаточную емкость на этих консервов сейчас объясню почему давайте не отходя вот так я вам предоставлю комментарий павла извини павел не знаю твое отчество привет михаил то что для 36 ампер часов очень высокое внутреннее сопротивление оно должно быть в районе 1.3 1.4 миллиома это похоже ну на 27 ампер часов у них ровно такой ну такое сопротивление и я там павлу говорю что да не отрицаю и именно поэтому я буду делать зарядно-разрядный тест но теперь давайте продолжим я думаю вы слышите я здесь для того чтобы мне было удобнее работать включил обогреватель у нас сейчас на улице пардонте да ну в общем снег лежит и данное помещение она у меня в процессе не отапливается и если на улице бывает минус 10 то здесь в течение дня там пару дней тоже опускается температура до минус 10 конкретно когда я делал замеры и писал вот эти сопротивления здесь в помещении была температура чуть больше двух градусов по цельсию обратите это внимание на это и это очень важно почему именно там я сказал что данный прибор может показывать температуру на луне а не фактическое сопротивление этих консерв опять акцентирую что здесь я протопил в помещении на улице у нас сейчас около минус 3 минус 5 но смотрите обращаю опять же ваше внимание датчик термометра засунут и прикоснул прислонен к металлу конкретно консерв я думаю вы понимаете что металл проводит хорошо тепло и он как проводит к химии именно до тепло и холод так и отводит тепло и холод от химии то есть сейчас можно понимать что вот эта температура 13 градусов 12 градусов по цельсию это не в помещении здесь в помещении здесь явно теплее но 13 градусов где-то в химии и причем рядом но не туда куда дует вентилятор то есть я думаю что вот у этих консерв будет больше температура долгая присказка я думаю вы все уже поняли теперь давайте вот эти сопротивления были здесь замерены и написаны когда химия обращаю ваше внимание химия эти консервы здесь лежали при температуре 2 градуса по цельсию очень долго ну минимум недели две и химия там было двухградусная теперь химия этот термометр этот обогреватель здесь работает уже около трех дней вот сейчас химия я думаю прогрелась ну минимум до 10 градусов и давайте замерим сопротивление и так в плече когда температура химия было 23 градуса было сопротивление 167 стало 143 снижение сопротивления и это всего лишь при 13 градусах далее ну чтоб было вам понятно смотрите 176 151 176 то есть более чем на 026 миллион сопротивление уменьшилось давайте вот тут подальше от обогревателя вообще дать здесь чистая теплый воздух давайте здесь посмотрим какая температура именно в железе до между консервами здесь у нас идет о здесь даже теплее ну хотя нет то есть то что было 15 вы видели это как раз температура воздуха датчиком была снята сейчас вот именно железо то есть даже вот меньше 12 градусов ну все давайте эксперимент дальше продолжим здесь 2020 ну давайте вот большие 228 и так 228 было стало 193 и при этом еще здесь напряжение смотрите конкретно у этих консерв 38 смотрите вот здесь допустим где было 20 173 я вот не знаю павел имеет на сопротивление 1 и 3 1 и 4 миллиона это конкретно на всю консерву или именно на плечо и при том что здесь у меня 266 миллиона до полностью на консерве то конечно по таким соображением говорить о том что здесь 35 ампер часов остаточных в этой консерве нельзя явно видно я вам сейчас это показал да что сопротивление консервы растет в зависимости от температуры и еще я заметил что те консервы у которых напряжение 4 вольта да на плечо у тех сопротивление меньше а у тех у которых 37 напряжение на плечо у тех сопротивления большего даже смотрите сейчас берем так у этой консервы 4 вольта идет на одно плечо и сопротивление 152 вот консервы на которых было 2 и 1 ну самое высокое сопротивление на плечо у них 38 видите внутри 9 то есть заниженное напряжение поэтому может быть еще и от напряжения заряда да и плюс еще одну степени заряда конкретно остаточного не емкости остаточной а напряжение заряда и емкости которая сейчас здесь хранится тоже может зависеть сопротивление но вы же любите мой канал да и вы смотрите не только потому что я вот вам показываю да как это все зависит но из-за того что мы делаем эксперименты теперь смотрите какой сейчас будет эксперимент он растянется во времени для меня он будет долгим для вас быстрым я сейчас возьму отдельно какую-то консерву поставлю в сторонку вот которая здесь уже показывает час один там 40 против 1 и 70 до было я ее еще начну нагревать до температуры хотя бы 25 градусов то есть стандартная температура эксплуатационная да для которой во всех дата шитах что для свинца что для лития указывается как номинальная да также как у панели да не никто не будет мерить там допустим мощность солнечной панели которая нагрета до 60 градусов и ее кристалл да вот и не при 1000 ватт на один квадратный метр падение солнечного излучения вот то есть приводится к номиналу параметры температура кристалла и ну интенсивность обучения да которая должна равняться 1000 ватт на один квадратный метр это делается в лаборатории поэтому когда знаете как вам сказать когда вы смотрите видео иногда да и у меня в том числе и у меня есть такой пример когда я в горах был и там реально солнечной панели давали при номинальной мощности по моему 250 ватт они давали 270 и даже 280 ватт одна панель это в горах на высоте 2000 метров при тонком слое помехи до для излучения солнечного и еще там в горах было холодно и дул ветер то есть дополнительное охлаждение идет когда панели вот и кристалл не температура друзья именно обратите внимание не температура окружающего воздуха как некоторые ребята с умудряются снимать такие тесты да типа вот у нас тут 20 температур 20 градусов на улице значит типа кристаллы находятся в той температуре на которой будет выдавать свой номинал нет в этот момент кристалл нагретый на солнце может иметь температуру 60 70 градусов вот точно так же это присказка такая долга говорю это прикладная информация точно так же и сопротивление любого аккумулятора зависит от его температуры но не воздуха помещению а химии внутри и вот это надо учитывать и это и есть главная ошибка многих ребят которые считают что если у них аккумулятор типа там замерз до минус десяти они его там быстренько быстренько якобы снаружи обогрели какими-то обогревателями и начали лупить в него короче ток зарядный а почему-то раз и аккумулятор литиевых сдохся хотя они вроде его заряжали уже после применения грелки друзья внешний слой аккумулятор а его температура это не температура химии поймите правильно смотрите датчик вот тут стоит вот эта батарея температура 15 градусов сопротивление у плеч 151 против 176 и 14243 против 167 первые параметры при температуре 14 градусов записаны отставим отдельно конкретно эту консерву и начинаем ее скользь скользь вот так вот подогревать и даже для этого можно немного в торец а тут в торце нету этого утеплителя поставить пусть греется температура уже видят типа 22 ну нет нет ждем ждем плавного прогрева химии другую консерву у которой также пока еще 14 градусов температуры до химии давайте запишем 150 142 хотя было 162 вот так вот и эту консерву мы опустим вниз на улицу и заморозим ее против 14 но хотя бы до тех же самых 12 а может быть и вообще выставим на улицу где у нас сейчас минус 12 я пока пойду попью чайок вот для меня это будет долго тест нагрева и охлаждения для вас быстро прошло где-то полтора часа в общем да тут все нагрелась а забыл остывший поднять смотрите здесь значит вот в этом месте до термометр уже показывает 32 градуса но сейчас мы выключим дадим распределиться теплу давайте даже вот так отодвинуя остывшую консерву занесем давайте начнем с остывший консерву по первый замер был 162 при температуре 14 градусов 142 и 173 то есть даже больше чем был первый замер на 0 1 миллион то есть видите как явно изменяется сопротивление химии обращаю внимание ваше по мере изменения и температуры давайте смотрите опустилась температура с 30 до 25 вот этой подогретой химии да вот ну потому что явно я чувствую что со всех сторон температура прям идет теплая от этой консервы и посмотрим ее сопротивление теперь до нагрева 167 после прогрева до температуре 14 143 и вот сейчас при температуре 24 122 миллиона то есть опять же явно видим снижение сопротивления по мере прогрева химии друзья я не буду делать час выводы по остаточной емкости и это видео не об этом только зарядно-разрядный тест мне скажет что здесь и как что я хотел вам показать значит смотрите я в общем так считаю я так делаю и ваше право согласиться со мной либо не согласиться но просто по сопротивлению ячеек судить о остаточной емкости аккумуляторов нельзя вот вы увидели у кого-то на видео в том числе у меня до хоп-хоп там типа вот такое сопротивление без ввода обязательных переменных как температура химии обращаю внимание именно химии не внешней среды не температуры в помещении а именно химии ну вы занесли с мороза к вам приехал до литий вы тут же его начали прами промерять блин а там фигня какая-то вы расстроились и давай короче выносить мозг продавцу да вот то есть надо дать остаться отстояться аккумулятором там в помещении набрать внутреннюю температуру до 22 25 градусов и только потом проводить такие замеры но еще я считаю что важно обращать внимание на напряжение и на фактическое наличие каких-то ампер часов в этой консерве ну предположим если у нас 60 ампер часов да это номинальная емкость новой такой консервы то вот эти остаточные к примеру 35 ампер часов которые остались до из-за старости химии да и за использование ее и за снижение остаточной емкости сколько вот в этот момент вот этой остаточной емкости 35 ампер часов по факту сколько там внутри 10 или 15 или 28 ампер часов то есть желательно помимо температуры уравновешивания и да там до температуры 25 градусов хотя бы еще и зарядить этот литий по факту до напряжения до выждать чтобы уже зарядное устройство перестала давать туда ток зарядить ну всю эту консерву до напряжения хотя бы хотя бы 8 и 3 вот вольта на и только потом замерять эти на сну сопротивление ну опять же говорю я остаюсь при своем мнении что сопротивление я замеряю только для того чтобы подобрать максимально близкие друг дружки короче консервы но никак не для определения остаточной емкости остаточную емкость я измеряю только зарядно-разрядным тестом вот так вот вот такое видео друзья кому оно было полезным ставьте обязательно лайк подписывайтесь на мой канал ссылки на магазины моих партнеров в описании вот у меня есть бусти кто хочет стать моим там подписчикам и отблагодарить меня за мой труд можете это сделать все всем до новых встреч пока